Запорожская область, лежит снег, Юг, Коковка, Херсон, Днобелитополь, Снега нету реально, а здесь вот после Васильевки снег добавился, снег лежит, и температура была там плюс 6, уже 3,5, а Запорожье где-то еще минут 10. Теплица, в которой только что высадили перец, мне нравится, как делают другие, такие как я, обзоры, и обычно говорят так, я здесь высажу перец. Признаюсь, честно, я здесь не садил, а здесь только за этим делом, когда высаживали, наблюдал. Это все красные перцы, красные, 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 и вот два, этот слоновые кости, этот желтый. Известный от компании Клосс, там вроде будет в начале на июня демотеплица, круптур, тут еще сбоку другие компании, там от красный, там от розовый, огурец тоже где-то здесь, это все будет на начало июня, будет довольно круто, ну уже начало такое симпатичное. Номер один, ладно, вот корень, давай еще второй гидрид возьмем, который остался. И, давай так, чтобы не выбирать, не просто, иди. Капец, разница, да? Это наш укоренитель. Два внесения укоренителя было. Ты что с ума сошел, гля? Ну, отличие только в гибридах. Ну и, соответственно, вот здесь одни подкормки были, без укоренителя, а здесь с укоренителем, но она чисто наша. Это эти два, на нитрат кальция, нитрат калия, нитрат монофосфат, нитрат магния. А здесь плантаторы, плантаторы три двадцатки и фосфорный, Байкал и плюс был корнести фортируют. Слышно, разница конкретная. Я тебе сейчас любой достану. Я не выбираю. Независимо. Могу поменьше даже взять. Могу поменьше. Короче, насчет посадки, вот крупные тепличные комбинаты, которые на минеральном вате высаживают, они, короче, у них получается пленочка, и они просто переставляют. Когда высаживаете, когда идет высадка, вот, есть, короче, действие, которое, ну, оно вроде слабое, хотя бы делать это мужчина, конечно, было бы жестче. Вот этот момент, когда, ну, нельзя его на него сюда сжать. Да, он там хрустит, там, короче, большое количество, и туда потом проникает вся гадость. Вот мы обычно, да, вот прижимали вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда. То есть не, ну, цель была, чтобы не коснуться, да, не коснуться этого субстрата, этой массы, где находится корневая система. Прижать к нему, да, а вот сверху не коснуться, это выпадом не будет. Оно, да, оно будет, короче, вот это вот немножко высадка перца. Посев этих семян был в конце декабря, 29 декабря, и потом мы его распикировали с кассеты 160, и вот такие вот стаканчики, и стаканчики здесь равные на 600, за ренажом. Рост в таких стаканчиках. Сегодня, 22 февраля, разнесли в теплице, и вот достаем их, достают. Какая крутая корневая система. Ну, покажи. Это спринтбокс. Спринтбокс. Ну, конечно, были стимуляторы корневой системы. Аккуратно достаются со стаканчика. Максимально сохраню и корневую систему, чтобы она не оборвалась. Это потом позволит лучше прожиться растениям. И далее происходит высадка. Сама высадка, то есть, присыпается с боков почвой. С боковой почвой. Торфяной стаканчик, сам стаканчик вровень с почвой, или немножко выше. Несколько фактов о перце. Перец, его называют болгарским. Почему его называют болгарским? Потому что в СССР поставщиком перца, в основном, была Болгария. И так в народе появилось, что его называют болгарским. И потому что Болгарию поставляла в Советский Союз, производила. И до сих пор все думают, что он болгарский. На самом деле он наш, запорожский. Это в Запорожье. Сразу же после высадки будет включаться полив. На один ряд расположены две капельные ленты. Капельная лента с шагом 20. 20 и выливом литра. Шаг между эмиттерами 20. И вылив каждого эмиттера 1 литр в час. Две капельные ленты на один ряд расположены. И так будет поливаться с обеих сторон. То есть с этой стороны будет поливаться. И так же самое с той стороны. Капля будет ближе немножко. И корень будет развиваться в обе стороны. Это идеальная схема полива. Две капли на один ряд. Температура в теплице сейчас 24. Воздуха, почвы 15-16. Влажность 65%. Или хотя бы максимум, который можно... Идеально 22 днем, ночью 17-18. Это вот и... Больше оттопления будет зависеть? Идеально. А так вот... Катастрофа, я считаю, там 28 и выше. Это уже катастрофа. Ну и ниже 16. Вот если перец уйдет 15, увидит. Ночью. Ну, одни раз увидит 15 на часе, на какое-то время. Все, он встал. Две недели стоит. Полив будет с удобрениями 3,20 и... Кальциевым удобрением. Хелтин кальций и плантатор 3,20. В равных частях. И Си, воды. Будет двойка. Полив будет очень обильный. Здесь один цветок, понятно. Вот он королевский, да? Его легко удалить. Но я где-то видел, там где первые, их 3 штуки сразу. Их все 3 удалять. Да, да, бывает такое. Я еще думаю, что здесь придется удалить этот королевский. И возможно, что на первом междоузле еще нужно будет по одному удалить. И следующий факт о перце, это то, что если съесть спелую перчину, сладкого перца, красный либо желтый, то вырабатывается интерфин. Так же самое, как бы съесть равносильное по весу шоколадку. То есть, кому нужно счастье, гормон счастья в организме, кушайте перец. Его нужно кушать, потому что у него много клетчатки, и вырабатывается гормон счастья. А фермерам нужно продавать перец. Кушайте перец и будьте счастливы. Не только вы, но и фермера. Так, после высадки включается полив. Вот она есть. Идет, капает. Температура воды для полива 20 градусов. Из опыта, какая самая критичная горячая вода? Ну, какой горячей водой нельзя поливать? 25 и выше. 25 и выше. 24 еще можно. Чего они уже обжигают, да? Не, не обжигают, там вода теряет кислород. В данной теплице капля лента эмиттерная. То есть, не щелевая, а тут расположены эмиттеры через 20 сантиметров друг от друга. И водовылив каждого 1 литр. Для каждой капель ленты есть свое давление. К примеру, эмиттерная. Это работает хорошо при давлении единицы. Одна атмосфера. Если щелевая, к примеру, есть T-тейп джендировская. Она хорошо работает при давлении 0,5. Если поменять давление, T-тейп дать капельной ленте, которая T-тейп дать единицу, то вначале там будут такие струки, а в конце будет капать, и у нас будет разный водовылив, и у нас будут заболевания корневые. И если на эмиттерную, которая здесь сдает давление не единицу, а 0,5, то будет разный водовылив. То есть, чтобы не было проблем, чтобы был хороший урожай, чтобы корневая система не сбрасывалась, правильно распределяясь удобрения, для каждой капельной ленты должно быть свое рабочее давление, то, которое указано производителем. Это теплица, где высадили только перец. Там теплица, которая видна, а вот в следующем, там томат розовый, а другой семейной компании. А здесь будет огурец. Вот здесь. А там дальше, если туда подойти, то в край дальше. Там будет еще томат красный. Но это будет на начало июня. Я думаю, будет интересно. На следующей неделе будет, да? Да, на следующей неделе я планирую появиться. И к этому времени нужно будет проводить обломку, наверное, цветочка. Успеет подвести, подрасти, и там будет еще... Пасынкование, раздвоение там пасынков. Пасынкование. 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 Субтитры сделал DimaTorzok